Отлично, запись пошла. Всем привет, кто нас смотрит на записи. Всем доброго вечера. Да, сегодня у нас тема блокчейн варкона. Совершенно верно. И блокчейн варконе – это одна из очень важных частей нашего проекта. И давайте я начинаю рассказывать, как мы и раньше строили наши вебинары. Я рассказываю, потом вы задаете вопросы. Итак, блокчейн – это идеальная основа экономической модели. Нашей глобальной метавселенной. В принципе, все метавселенные строятся на блокчейне. То, что в реальном мире обеспечивается экономическими, юридическими договорами, законами, то метавселенных наших обеспечивается блокчейном. Это универсальные, совершенно прозрачные условия для всех участников. Погружаясь в метавселенную, построенную на блокчейне, вы перестаете быть обычным просто пользователем приложения, как это с обычными. Вы стараетесь со владельцем и со автором, потому что вы можете приобретать части пространства. То, что мы обсуждали на первом вебинаре. Наши цифровые земли, они, естественно, построены на блокчейне. Виртуальные артефакты можете создавать, продавать, сдавать в аренду, делать какие-то франшизы, использование ваших концептов. Все как в реальном мире. Но все активы описаны в виде токенов, которые подтверждают подденность, вашу собственность, право на управление, ваше какое-то мнение о роялти, все, что вы бы хотели. Все, что предложит вам в блокчейне метавселенной, предложит вам, на самом деле, в NFT, в Non-Fundable Token, о чем мы чуть позже скажем. Любой желающий может увидеть все транзакции, все истории, получить доступ к записям, связанным с вашим NFT, узнать, кто владеет, давно владеет, как владеет, все это известно. Технологии обеспечивают достаточно большое быстрое расширение экосистемы за счет прихода новых участников. Минэда Блокчейн позволяет максимально универсально это делать. Внутри системный токен Аркона позволяет всем участникам покупать и арендовать участки цифровой земли, создавать на них собственные проекты, демонстрировать свои результаты творчества другим пользователям. И, собственно, именно работа смарт-контрактов дает дополнительные гарантии и нашим создателям креативного контента, на чем тоже так же важно строиться наша метавселенная, user-generation content, авторские права, которые очень важны в нашей метавселенной. Токеномика Аркона является основой токен. Наш токен полностью утилитарный, так говорят, utility токен, потому что только за токен Аркона можно приобрести все ценности в нашей метавселенной. Как я говорила раньше, продавать, покупать. И NFT другие также продаются или покупаются от токена Аркона внутри системы. То есть понятно, что вы можете выйти за пределы на P2P рынок и продавать по любым другим каким-то активам, но внутри системы это все связано с токеном Аркона. Для игр также он нужен. Краудсейл наш проходил в 2017 году. Тогда была выпущена эмиссия чуть-чуть больше 15 миллионов, если быть точнее 15 миллионов, 181 тысяча, 707 и далее очень длинные длинные цифры. Тогда в 2017 году токены распределялись таким образом. 20% уходило команде с различными условиями вестинга на 5% на 6 месяцев, от 5% на 12 месяцев и 10% на 18 месяцев. Адвайзеры у нас были, естественно, это было 7%, Баунти, рекламная компания 2%, Резервный фонд был на 11% и реализована комьюнити 60%. Это было, понимаете, 5 лет назад. И сейчас, в настоящее время, все токены Аркона выкуплены. Комьюнити находятся в обращении. И очень хорошее у нас равномерное распределение токена, что не дает таким ситуациям, которые возникли сегодня на рынке, где крупные киты сыграли, так как сыграли. У нас это практически невозможно, потому что основные все активы распределены равномерно. В 2021 году по просьбе нашего комьюнити мы вышли еще на 2 блокчейна. То есть мы были ранее только на эфире. Сейчас у нас есть токены на Binance Smart Chain и Minter. Собственно, при этом не изменяется наша общая эмиссия, поскольку обмен происходил через шлюз. То есть при появлении токена в другой сети обмениваемые токены фризятся в шлюзе, поэтому циркулируемая эмиссия, она не меняется. Так, 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 так. И во всех этих трех сетях существуют фарминги. Фарминговые программы постоянно обновляются. Сейчас все фарминговые программы можно посмотреть в боте. Спасибо команде. Сергея, даваться подробностей я не буду, но, собственно, основа в том, что есть пулы ликвидности. Как с двухсторонней ликвидностью предоставления, это на Binance Smart Chain и Minter, так и односторонняя ликвидность, которую можно предоставлять на банкоре. Так или иначе, прошу прощения, все эти фарминги дают возможность или зарабатывать дополнительные токены, или зарабатывать NFT, в зависимости от типа фарминга и от сети. По NFT Arkona еще раз к этому вернемся. Arkona Charmed Averse – это единственная метавселенная, где вы можете стать эринстократом, добавить к себе титул от рыцаря до дракона. И это дает возможность преференции при владении земельными участками. И, естественно, это будет давать большие преференции при наших запусках PlayTorna. Но самый главный наш NFT – это земля, Non-Fundable Token. Также все NFT являются из контента, который размещен на нашем мире. Все 3D-модели – это тоже NFT. Поэтому это очень удобно для создания собственных NFT. Их можно продавать, коллекционировать, как я говорила, они сдавать в аренду. Токены NFT – Non-Fundable Token – это уникальные токены, которые не взаимозаменяемые. И вот, собственно говоря, хорошим примером является наша земля. Мы еще в 2017 году сразу вышли на NFT до бума, до хайпа. Почему? Потому что каждый участок земли является абсолютно уникальным. В смарт-контракте зафиксированы географические координаты этого участка, его владелец, ну и далее вся история транзакций. И таким образом эти токены, каждый абсолютно уникален. Поэтому это NFT, то есть невзаимозаменяемые токены. Зачем NFT в нашем мире, в нашей метавселенной? Создавать собственные проекты, играть в платерн, участвовать в развитии экономики нашей метавселенной, инвестировать в коллекции редкие, некоторых NFT очень-очень мало, и для коллекционеров это интересно. Ну и, естественно, присоединяться ко всем нашим ивентам, как вы видите, к ним тоже невозможно присоединиться, если нету каких-либо NFT. Будь это токены, земли, любые другие. Так, 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 так. А вроде бы и все. Вкратце о роли блокчейна в нашей метаверс. И вопросы только по теме. Записывайте их в канал. Сергей будет их зачитывать. Да, спасибо, Диана, за такое интересное повествование о том, что такое блокчейн в Варконе. Простыми словами. Я думаю, многие поняли, зачем он нам нужен, и что это вообще за зверь такой. Тут, кстати... Если, Сергей, хочется какую-то подытожить, да, вот двумя словами, как ощущения. Для чего нам блокчейн именно в Варконе? Стало понятно? Да, конечно. Ну, если проводить какие-то аналогии, то это токен управления экосистемой. То есть есть условная какая-то IT-инфраструктура, будь то игра, будь то какой-нибудь чурицарский банк или что-то еще, и в этой системе есть внутренний токен, за счет которого можно что-либо купить, продать, обменять между участниками этой экосистемы либо самим проектом. Все что угодно, например, баллы пятерочки, которые начисляются за что-то. Собственно, это не что-то сложное. Ну, и опять же, второй момент. Это NFT, основа на которой построена. То есть чтобы вы владели конкретным участком виртуальной земли, нужно куда-то за вами закрепить вашу геолокацию. Ну, и, собственно, тут приходит на помощь блокчейн, которым можно эту геолокацию закрепить, и больше никто ее не сможет ей владеть. Так-то это все довольно просто. И очень удобно, на самом деле. Да, кстати, еще такой момент. Вот мы на прошлых темах поднимали вопрос. Вопрос конкретно касательно наших NFT. Очень удобно использовать и размещать тот контент, который уже есть. То есть тут такая идея, что вам не нужно быть программистом, вам достаточно иметь NFT. Берете NFT и можете уже его размещать. Там уже вся информация зашита, и вы ее просто разворачиваете одним кликом. Не нужно ее куда-то как-то экспортировать и прочих сложностей. Да, точно так. И мы дали время подумать над вопросами. Появились ли у нас вопросы. Да, тут есть вопрос к нашей немного более глубокой, локальной системе. У нас вот в одном из кейсов, это игровой кейс в Арконе, есть серебро. Будет ли оно интегрировано в блокчейн? Серебро. То есть не токен Аркона, это важное уточнение. Нет, скорее всего, что нет. Серебро, ребят, это такая штука, которая позволяет нам продолжать дружить. App Store и Google Play. Они не очень любят блокчейн. Наверняка вы видели массу уже историй, связанных с блокировками различных приложений, различных сервисов, когда они видели, что идет на возможность, а что-то меняется. Мы видим у Фейсбука появляется NFT. Вот буквально вчера, вчера было про Инстаграм, про много кого. Возможно, это поменяется, но пока мы с вами завязаны на игру, связанную с приложением, удобно показывать им что-то, то, что их не смущает. Это такая совсем балл. По сути, для них это баллы. Собирают эти баллы. А что с ними происходит дальше за пределами приложения? Это уже не так важно. Поэтому серебро – это серебро. Нет резона его интегрировать в блокчейн, чтобы не смущать умы людей, которые проверяют наши релизы приложений. Так что это как бы раздельные вещи. Они, в принципе, для этого и было создано. Именно в силу вот этих вот ограничений, которые часто появляются. Они то появляются, то не появляются, но мы же за безопасность и за надежность, поэтому так спокойнее гораздо. Да, и технически в этом нет особого смысла. У нас, на самом деле, много различных поинтов. Возможно, будут добавляться. Например, есть баллы опыта в Еве, поэтому посмотрим. Но Аркона у нас есть, она справляется со своей задачей, покупкой земли первоначальной, и, собственно, можете использовать. В приложении, кстати, еще есть и золото, поэтому не забывайте. Никто этого не замечает. Да, за золото можно поддержать разработчиков или что-то прикупить в самом приложении. Да, аренду сделать. Хороший вопрос, правильный, да. Вполне себе к теме нашего вебинара. Глубоко. Да. Почем были токены Аркона на ICO? Такой вопрос. Токены Аркона были по базовой цене доллар. Ну, и в зависимости от стадии участия, как на всех ICO, ранние инвесторы были, поздние инвесторы были, разные цены. Но в целом цена по доллару. Спасибо. Поэтому мы ее считаем такой оптимальной для экосистемы. Да. Есть ли в планах у команды добавление новых блокчейнов, например, Polygon и другие? Да. В планах у команды это есть. По принципу такому же, как сейчас, не меняя эмиссию. Да, в планах это есть. Мы сейчас смотрим блокчейны уже теперь на этом этапе, которые максимально комплиментарны к NFT. Есть несколько идей, с какими блокчейны. То есть мы сейчас пока проверяем, чтобы хорошо все отражалось. Допустим, на бане Smart Chain не очень классно. Пока все равно эфир в этом плане нас радует больше, все 3D-модели, все красиво, на том же OpenSea. Мы же понимаем, что у нас проект связан очень сильно с визуализацией. Для нас это важно. Поэтому мы смотрим с этой точки зрения. Кто хорошо умеет с NFT работать. Хотя декларируют все. Но когда копнешь, это немножечко не так. Где-то сеть упала. Кто-то, оказывается, работает только с определенными NFT. А у кого-то они чисто нарисованы. 100% так и есть. Поэтому в планах это все есть. И мы постоянно находимся в поиске оптимальных таких решений. Так что я думаю, в ближайшее время что-то будет. Так, посмотрим, что у нас есть еще за вопросы. Токены NFT разных форматов используются в Warcoin. В чем между ними разница и какие тренды в этой сфере? Интересный вопрос. Да, отличный вопрос. И, наверное, на этот вопрос ответит моя группа поддержки в канале. Поэтому, Сергей, если можно, если есть еще вопрос какой-то, полегче для меня. То есть я знаю, что есть у нас ERC-721, ERC-1155. Может быть, Сергей даже сможет подсказать, в чем их разница. Я боюсь немножко здесь быть неточной. Или мне вот сейчас группа поддержки напишет об этом. Ну, насколько мне известно, у них разница идет в протоколах. И, по-моему, здесь можно какую-то аналогию, опять же, не бейте, если я путаю, провести с протоколами этими, как они? Мех, забыл. В общем, прокси те же. Есть прокси, которые поддерживают одни технологии, по-моему, пятые. Есть четвертые. В общем, вы не сможете вывести, например, 3D-изображение какое-то сложное на одной технологии, когда на другой сможете. И где-то использовать эту технологию рациональнее, потому что она легче, а где-то нет. Я думаю, что это как-то так. Я сейчас обращусь, возможно, за подсказочками. Мы начинали с серии 721-й. Это токен, на котором у нас выпущена земля. Наши... Так, трендов много. Да. Недавно мы с вами начали изучать в Rapid NFT от Envelop 721-й протокол полта земля и 1155-й контент. Да, по-моему, 1155-й, он тяжелее. Поэтому, да, нерационально зашивать информацию, их очень дорого винтить. Да. В общем, а в Rapid NFT, тут хочу небольшую ремарку сказать, это когда вы берете и оборачиваете NFT, и можете отправлять ее в другую сеть. Например, было у вас NFT в эфире, вы его обернули, это такая технология, и перетащили его в БСК. Да. И можете торговать им там или разворачивать как-то. В общем-то, да. Это не только у NFT, это и у токенов есть. Да, это... Сейчас тема бриджа, но это то, что вот рассказывал тогда как раз-таки действительно Александр, это у кросс-чейнов, это сейчас, наверное, самая топовая вещь, потому что, действительно, все блокчейны пока очень разрознены и представляют собой такое совершенно разделенное между собой экономики и экосистемы. И вот тот, кто даст максимально удобную дружбу между всеми блокчейнами, тот будет сейчас наконец. И вот как раз я увидела вопрос в канале по другим, да, почему подешевле может быть замки сделать на Binance. Может быть и да, но повторюсь еще раз, они не классно отражают NFT. Сейчас у нас на эфире титулы, замки, домены есть и на эфире, и на Binance, земля есть тоже, земля скоро будет и там и там, сейчас земля пока на эфире. Но замки, они такие красивые, титулы такие классные, ставить их на БСК. Ну, посмотрим, возможно, БСК как-то немножко научится работать с NFT. Посмотрим. То есть, понятно, по поводу комиссии, да, есть такой нюанс. Мы ищем эти решения, постоянно мы смотрим. Как видите, часть NFT уже уведены у нас на БСК ради, да, конечно, более такой экономной и P2P рынка, и для нас также. Это все понятно. Экономия сходится. Так что все эти вещи, они запланированы, смотрим как рынок. Зависит в большей степени от рынка, чем от нас. Да. И от того, что он предлагает. Если будет блокчейн, в котором можно будет сделать NFT, и оно будет стоить бесплатно, можно будет его размещать где угодно, я думаю, что мы с ними подружимся. И классно отражаться и давать возможность быстрого перемещения с кошелька на кошелек. А то вот на полигоне мы месяца три назад сделали одну трону, она только не пошла до сих пор. Мы как раз, что мы там хотели сделать, не помню. Может, замки, а может, титул. Я сейчас не помню, что мы пытались там выпустить. У нас 3D, это важно. У нас не просто NFT-шки плоские, как, например, DreamCard. Понятно было, что они могут жить на Binance Smart Chain. А 3D там жить пока не могут. Их не поддерживают. Да, еще нужно понимать, что не все блокчейны поддерживают самим платформами. Например, на OpenSea только недавно пришла Solana, до этого там был только эфир. Абсолютно, да. Полигон. Да, и как бы момент надежности. Если брать тот же полигон, они, конечно, здоровские ребята и делают интересные вещи. Но, например, когда на их блокчейне развернули небольшую игру, весь этот блокчейн посыпался, случились газвары похуже, чем на эфире. И, в общем-то, да. Да, да, да. Мы хотим, чтобы наши замки не падали, а стояли как настоящие замки. Вот у меня поддержки подсказывают, что 11.55 это возможность серии одинаковых токенов. Ну, да, например, у нас там много одинаковых замков, много одинаковых титусов. Они как бы уникальны, но не настолько, как, например, Земля, да, где есть у каждого свой географический четкая координата. Поэтому это такая более унифицированная вещь. Не знаю, что там, может быть, что подскажут. Немножко у нас так. Так, с этим вопросом. Ну, в целом, тренды мы увидим, да, то есть это постоянно новые вещи появляются. Мы за ними следим. Уже есть несколько новых, плюс 11.55 еще несколько протоколов появилось для NFT на эфире. Так что там много... Только они еще не везде поддерживаются, поэтому мы за ними наследим. Да, для нас пока NFT на эфире это основная вещь. Посмотрим, как будет дальше. Так, тут у нас в чате пошло обсуждение полигона и вообще в целом технологий. Да, ну, собственно, это то, о чем мы говорим. И это правильно. Да, это правильно. Да. В целом, все довольно просто. Есть токен Аркона, за который вы можете что-то купить. Есть NFT, который вы можете купить за токен Аркона и разместить внутри приложения. 100%. Еще вы можете обернуть токены NFT и перетащить, но это в ближайшем будущем, на другой блокчейн. Это в ближайшее будущее, да. Да, и в ближайшем будущем, если кто-то будет уже из будущего у нас смотрит видео, будьте уверены, у нас будут мосты, где вы сможете даже не оборачивая токен Аркона, просто передать между стихами. совершенно верно. Совершенно верно. Так. Пошла дискуссия, вопросов нет? Вопросов нет, да. Можно что-нибудь придумать, какой-нибудь вопрос, что можно обсудить. Что бы могло быть непонятно. Да, и у меня на самом деле есть такой вопрос. Чем наши, вы исходя из того, что мы обсудили, чем наши NFT сложнее и интереснее, чем в классическом традиционном понимании NFT, когда человек слышит NFT в криптовалюте, сразу представляется какая-то картинка, какой-то JPEG. Криптопанк какой-нибудь. Криптопанк. Что такое Варконы NFT? Вот две сущности. Ну, первое, если брать земельный токен, мы сказали, это действительно уникальный NFT, в котором зашито и географические координаты конкретного участка, и это невозможно видеть. И владелец этого участка, и история транзакции, ну, что и принято в блокчейне, кто кому как продал, когда купил. То есть это, если касаться земли, то есть совершенно NFT не связанное ни с какими, скажем такими, визуальными составляющими. Сейчас у всех у вас ощущение это NFT, что это арт в основном. Если брать NFT с контентом, мы работаем с 3D контентом. Нам не очень интересен плоский контент, потому что мы же работаем в дополненной реальности, это естественный мир, естественный мир наполнен объемными изображениями. Поэтому наши NFT объемные. Они позволяют, важно, что будет скоро, объединяться, да, они смогут объединяться. То есть на одной земле будет поставлен, например, какой-то контент, это может стать единым NFT, а с банглом. Также мы сможем объединять земли, это тоже станет новым NFT по сути своей. То есть одна земля это один NFT, а пять земель это другой NFT. То есть это гораздо более широкая, более гибкая, интересная система, нежели, при всем моем уважении, нежели один криптопанк отдельно взятый или один криптокод. Хотя они тоже очень классные и веселые. Но у них есть какая-то опция, что они тоже между собой скрещиваются, особенно к NFT, создавали новую сущность. Так что я думаю, все NFT стремятся к каким-то классным интерактивным вещам. Smart NFT, чего такое NFT сейчас нет. Естественно, у нас есть свои особенности, связанные с одной стороны с географическими нашими фото-землями. ARDL, это очень важно, AR Digital Land, чтобы мы с вами помнили, как зовется наша земля, ARDL. И фотошки, которые контентные. Они все красивые, они все объемные. И они все могут быть в мире сразу. То есть создавая свой 3D, переводя его в NFT, выставить это в мир, ну, я думаю, это уникально. Да, вот, кстати, не отходя далеко от темы, по поводу интеграции других NFT, даже плоских, того же CryptoPunk, можно у нас разместить? Можно, да. Можно, конечно, поставить его на Billboard, но Billboard у нас является дополнительным NFT. Это 3D-NFT, на который мы ставим уже плоского криптофанка. Конечно, вот, например, скоро у нас будет событие, где будут обычные картины, арты, плоские. То есть в целом все это можно, но мы ставим это в мир и все равно создаем максимально красивый фирм. Очень не шлюбленную всю красоту во всем. И NFT должны быть красивыми. Да, то есть по факту мы берем и буквально соединяем два NFT из совершенно разных миров. Да, совершенно верно. Которые при этом можно посмотреть в реальном мире, да. Где-нибудь у себя на подоконнике условно. Прямо. Например. Тройной эффект. Да. Криптофанк в рамке Аркона на подоконнике у себя дома. Так, пришел тоже вопрос на эту же тему. На основе чего строится цена NFT? Что делает одну NFT дороже другой? В первую очередь это редкость. Как и в обычной жизни что-то более редкое оно является более дорогим. Что-то более уникальное оно является более дорогим. Земель много. ну как это ограниченное количество, но тем не менее. Как я говорила на прошлом вебинаре базовая цена земли 100 долларов за один вексагон она будет меняться в зависимости от большего требованности на отдельных участках. Это цена образования земли. Связано с популярностью участка, связано с востребованностью, например, если какую-то землю скажем так раскрутили. Как и в обычном мире здесь ничего не меняется. Это место было посещаемо и все равно становится дороже. Что касается NFT-контента, если мы берем NFT-связанное с плейтером, меньше всего титулов, доминов больше, замков, среднее количество. все зависит от редкости. Чем более редкий NFT, тем он более дорогой. Также, но это мы не будем сейчас забегать вперед, на следующем вебинаре будет сейчас история про Play2Orn, и там будет более понятно, почему какие-то из NFT дороже, они дают больше преференций. Всегда игровые NFT, они имеют какую-то геймофикацию, кроме их редкости, они имеют какие-то функционалы. Чем более уникальный, интересный, классный функционал, тем более дорогой NFT. Но мы не забываем про P2P рынок, то есть если мы хотим далее что-то продавать, и это востребовано на P2P, как, например, вот какое у нас может быть не мега красивое NFT, но очень-очень нужное. А по определенной части нашего комьюнити это карты обмена для охотников. Это востребованный NFT, и, естественно, на P2P рынке он дороже, хотя красоты 3D-шки там никакой нет, но функционал его нужный. Так что вот оно ценообразование NFT. Это тоже как в обычной жизни. Что-то более редкое, более функциональное, более устребованное на вторичном рынке становится более дорогим. Отлично. Так, мне кажется, мы обсудили в целом все, что можно обсудить сегодня. Не забываем, что у нас будет еще один вебинар, который будет как раз-таки о внутренних кейсах, где мы подробнее разберем. Так, ну, тут есть вопрос, он как бы по теме и нет, но мы сейчас его зададим так, чтобы он был по теме. Объекты NFT, если они занимают более одной клетки, как это вообще вычисляется? И одной клетки, одной гексагоны, я имею в виду, одной земли. Как это вычисляется и что будет с ними происходить? Для того, чтобы любой какой-то объект, контент занял 2-3 и более земли, вначале нужно объединить земли. То есть мы сначала создадим новый NFT из нескольких земель и уже только на него потом сверху поставим, скажем так, больше NFT, выходящий за пределы одного гексагона. То есть домен объединяет земли, создает новые возможности и уже на него ставится контент. То есть вычисления все происходят связанные с землями, с нашей, потому что мы не забываем, да, что мы, скажем так, географическая такая история, система связанная с тем, что находится на реальной земле, не в виртуальном мире, а в реальном. Поэтому вот это происходит таким образом. Вначале вы объединяете через NFT домена земли в то количество, которое вам требуется и уже на это потом ставится NFT контент. Небольшие подсказочки я проверю сейчас. у меня служба подсказок, служба поддержек мне что-то пишет. Я сейчас уточню. Ну, то есть получается, что если вы захотите разместить землю на один объект, вернее, ну да, на одну землю, а он будет занимать больше площади, у вас это просто не получится сделать. Да. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Так, ну, вроде бы, вот тут нет никакого такого выполнения. Ну, если у вас еще есть вопросы, буквально какие-то, вы можете их задать, если нету, то то мы можем... то начинайте готовить мемы по нашему сегодняшнему вебинару. Да, да, обязательно. Мы также проведем розыгрыш на опыт в Батееве среди тех, кто будет присылать. Да, вот у меня подсказочка по одному из вопросов, который мы не очень хорошо осветили, по поводу сдержек ногат, да, будет ли какая-то другая возможность, чтобы комиссии уменьшились, да, по тем МФТшкам, которые в эфире. И вот мне подсказывают, что у нас будет своя система лазиминти. Ну, похожая на OpenSea-систему лазиминтинг, то есть когда минтится, но так бы не до конца снижается издержки на газ. То есть это будет в новой версии маркетплейса нашей системы лазиминтинг. Представляете, какой инсайд? Вот. Да, полезно ходить на венунары. Можно узнать что-то новое, что будет. Такое, что будет, да, того, чего никто не знает. В будущем это будет по факту, а для вас это еще чуть-чуть следующий шаг. То есть мы учитываем все передовые моменты. На OpenSea это очень здорово, удобно сделано. Мы тоже это учитываем и сделаем собственную систему. Делаем, уже практически сделали. Вот. Ну, собственно. Так что маленькое дополнение. Да, спасибо за инсайды. В общем, я думаю, что мы обсудили все, ответили на абсолютно все вопросы и сделали это довольно быстро, что тоже немаловажно, потому что время, деньги, время можно потратить на что-нибудь полезное, например, на подготовку мемов, решение тестов по вебинару. Ну, и пересмотрите этот вебинар пару раз, чтобы закрепить информацию. Если какие-то вопросы показалось вам, мы недоответили, продолжайте, кстати, по каналу, мы никуда не деваемся, просто это уже не пойдет в записи. Да, кстати, если у кого возникают какие-то вопросы по тесту к этому вебинару, то обязательно задавайте их, не стесняйтесь, мы с вами все обсудим. Наша задача в том, чтобы все разобрались, что такое Аркона. Да, это правда так, а то, мне кажется, некоторые стесняют, я не понял, или спросить, так нужно, мы же не ЕГЭ пишем, нет задачи там, ни у кого не списывай, не подсматривай, конечно, нет. Наша задача, чтобы прохождение этой программы привело к полнейшему пониманию проекта, всех его нюансов, поэтому, конечно, задавайте вопросы, это не то, что там сели все в тесты, не понял, как ответить, ну, ну, ладно, спросить-то не у кого. Всегда есть у кого спросить. Да. Ну, ну, собственно, спасибо всем, что пришли, спасибо всем, что посмотрели, рассказывайте друзьям об этом вебинаре, помните, что у нас есть еще до этого вебинара еще два по темам, и нам еще предстоит еще один. Ну, и, собственно, всем пока. Да, всем пока, и спасибо за ваше время. Счастливо. 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 Продолжение следует...